Наше зрение очень похоже на работу фотоаппарата. Мы проделали несколько интересных опытов, которые это демонстрируют. Для первого опыта нам понадобится любая вспышка. Лучше, конечно, выносная, но вполне подойдет встроенная в фотоаппарат или в телефон. Зайдем в абсолютно темное помещение, например, в ванную комнату, и в полной темноте осветим вспышкой объекты, которые находятся перед нами. Через мгновение наша зрительная память проявит то, что осветила вспышка, как будто мы смотрим на фотографию. Опыт может получиться не сразу, нужно немножко потренироваться. Чтобы в кадре больше объектов оказалось резкими, фотографы прикрывают диафрагму, увеличивая глубину резкости. У нашего глаза тоже есть диафрагма, зрачок. Давайте проверим, работает ли это с нашим зрением. Возьмем лист бумаги и напишем на нем что-нибудь не очень крупное. Создадим полумрак и посмотрим на надпись одним глазом. Приблизимся к бумаге настолько, чтобы глаз не мог сфокусироваться и прочитать эту надпись. А теперь включаем свет. Зрачок сужается, глубина резкости увеличивается и глазу сфокусироваться проще. Если у вас нет под рукой лампы, можно сымитировать сужение зрачка. Делаем маленькую щель, согнув указательный палец. Такой способ поможет нам при разглядывании как близких, так и удаленных объектов. Но не только зрачок реагирует на яркий свет, а в глазу есть аналог света чувствительности, как в фотоаппарате. Раньше моряки надевали повязку на один глаз, чтобы он привыкал к темноте. Если моряку нужно было спуститься в темный трюм, он снимал повязку и сразу хорошо видел. Проведем эксперимент. Попробуем закрыть один глаз рукой, а второй держать открытым. Подождем так минуту в светлой комнате, а затем заглянем в темное помещение, ну или например в шкаф. Открываем по очереди то один глаз, то другой. Глаз, привыкший к темноте, будет какое-то время видеть ярче. Вы пробовали походить в цветных очках, а потом снять их. Цвета меняются. Наш глаз постепенно адаптируется к условиям освещения и корректирует избыточный оттенок. В фотоаппарате тоже есть такая настройка, она называется баланс белого. Проверим, как работает баланс белого нашего глаза. Посмотрим одним глазом в течение минуты на книгу, которая освещена желтым светом. Теперь по очереди закрываем то один глаз, то другой. Какое-то время разные глаза будут воспринимать цвета по-разному.